Во Владикавказе прошел образовательный практикум «Инфорум». На его площадке собрались журналисты, чтобы поговорить об актуальных вопросах профессии, познакомиться и поделиться опытом. Какое будущее у современных медиа и как реформировалась профессия журналиста на просторах всемирной паутины? Обо всем подробнее в материале Аланы Томаевой. Больше сотни представителей печатных и телевизионных редакций Северной Осетии, блогеры и просто те, кому интересна журналистика. На площадке «Инфорума» поднимают актуальные вопросы профессии и делятся опытом. Обсуждают взаимодействия СМИ, власть и общество. А еще говорят о будущем регионального телевидения. Образовательный практикум организовал Союз журналистов России при поддержке Комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики. Он проходит по всей стране и, по словам инициаторов, рассчитан в большей степени на молодежь. Проводится не только в Осетии, по всей России, во всех регионах проводится этот инфорум, чтобы профессионалы, мастера своего дела поделились своим мастерством с молодыми журналистами, чтобы втягивать их в журналистское сообщество, чтобы молодые журналисты знали, что такое на сегодняшний день профессия журналиста в современных реалиях. В работе форума принимают участие федеральные коллеги и специалисты из Республики СКФО. Они подготовили доклады и мастер-классы для журналистов Осетии. Как отметил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, очень важно, чтобы представители СМИ по всей стране взаимодействовали и помогали друг другу. Это очень хорошая инициатива сообществ журналистов России, образовательные семинары, которые путешествуют по разным регионам России и позволяют привести к одному знаменателю, к общему знаменателю сотрудников медиа разных регионов. Это очень здорово, очень полезно, тем более, что все равно во всех регионах есть своя специфика, ментальность и так далее, это надо учитывать. Поэтому я очень рад, счастлив и горд быть здесь. Большое внимание спикеры уделили развитию СМИ. Как отметили специалисты, журналисты должны постоянно совершенствоваться, учитывая запросы времени, узнавать новые возможности донесения информации и грамотно использовать их в работе. Нужно понимать и учитывать психологию. Ваше поколение, молодое поколение, не смотрят они телевизор, они смотрят смартфон. Пока что, когда им будет 30-40 лет, они перейдут на комфортный просмотр, они вернутся к телевизору, они сядут на диван и так далее. Но пока они в движении, пока они со стаканами кофе бегают и смотрят что-то в смартфоне. Мы не можем это не учитывать. Мы должны под это подстраиваться. Участники инфорума делятся. Такой формат общения полезен. В первую очередь, потому что он дает возможность прямого диалога с федеральными коллегами. Для журналиста, для пресс-секретарей и просто сотрудников телевидения и радиовещания данный форум является как путеводной звездой, так скажем, в их деятельности. В век технологий, в век СММ, в век интернет. Необходимо полностью, стопроцентно знать и быть уверенным в том, что ты пишешь, как ты пишешь. Немаловажным фактом является то, что именно здесь мы можем познакомиться с коллегами, с журналистами. В рамках форума обсудили пять тем. После каждой оживленная дискуссия. Это значит, что темы были интересны для каждого из присутствующих. Инфорум продлился один день. В республике он проходит впервые, но, как заверили организаторы, такую практику намерены продолжить. Алана Тумаева, Алан Суанов. Новости Осетии.